Как в Чили при Пиночете бесследно пропали тысячи детей. В годы правления диктатора Аугуста Пиночета в Чили тысячи детей были похищены у матерей и впоследствии отправлены за границу для усыновления. Теперь чилийские власти проводят расследование того, как это происходило. Сара Джинни все еще глубоко подавлена тем, что произошло в 1988 году, когда она привела своего четырехлетнего сына Камила в больницу города Тимука на юге Чили. «Они обманули меня. Они заставили меня прийти в больницу и сказали, что собираются взять у моего ребенка анализ крови», — говорит она. Но женщина, которая забрала Камила из ее рук, не вернула его обратно. «Я обыскала всю больницу, а когда вышла на улицу и попросила помощи у полицейского, он посмотрел на меня, засмеялся и сказал, что я сумасшедшая», — рассказывает Сара. Сара, которая все еще живет рядом с Тимука, ищет своего сына последние 30 лет. Она уверена, что его увезли за границу. По ее словам, один из местных таксистов рассказал Саре, что в день, когда Камила исчез, он видел женщину, которая везла плачущего ребенка в местный аэропорт. Он был завернут в то же одеяло, в которое Сара его укутывала. Такая ситуация не уникальна. Сара принадлежит поколению матерей, которые были обманом разлучены со своими детьми в 1973-1990 годах во время правления Пиноччета и теперь пытаются воссоединиться с ними. Многие из них принадлежат к проживающему на территории Чили и Аргентины индейскому народу арауканов. Мапуччи. Мапуччи составляют 7,5% и 17-миллионного населения Чили и в основном они живут в бедных сельских районах на юге страны. Они считают, что с ними обращаются как с гражданами второго сорта, лишенными своей земли и культуры. Имагич Актион. Сара хранит берку, сделанную после рождения ее сына. Незаконные усыновления в Чили и в соседней Аргентине случались и до правления Пиноччета, но в годы его правления число таких случаев возросло. С помощью подобных усыновлений правительство Чили хотело искоренить нищету, особенно среди детей. Политика чилийских властей заключалась в том, чтобы просто вывозить детей из страны, рассказывает Жанет Велоскес, которая работает в волонтерской группе и сын Адрис Гельси Линча, «Дети и матери безмолвия». По ее словам, детей отправляли в развитые страны, в том числе в Нидерланды, США, Швецию и Германию. В процесс были вовлечены соцработники, монахини, врачи, юристы и международное агентство по усыновлению. Некоторые женщины рассказывали мне ужасающие истории, как они кормили ребенка грудью, и в этот момент его вырывали из рук. Насилия было очень много, рассказывает она. И магичок Тион Жанет Велоскес, справа, помогает царе в поисках ее ребенка через сеть добровольцев. В других случаях на матерее оказывалось психологическое давление. Соцработники говорили им, что они слишком бедные, чтобы содержать ребенка, или что у них и так уже слишком много детей, чтобы справиться с еще одним. Мишенью обычно становились социально незащищенные родители, в основном, матери-одиночки. Некоторых женщин заставляли подписывать документы, содержание которых они не понимали. Некоторым говорили, что их дети умерли. Похищение детей в Чиле в цифрах около 20 тысяч чилийских детей усыновили иностранцы во время правления Пиночета по мнению апелляционного суда Чиле. По меньшей мере 8 тысяч этих усыновлений вызывают подозрения. Некоторые активисты убеждены, что это число гораздо больше. На данный момент со своими детьми воссоединились почти 200 матерей. Одну из женщин, которым удалось воссоединиться со своими детьми, стала мать Алехандра Кесада. Она была матерью-одиночкой и жила в сельской местности на юге Чиле. Она родила сына в 14-летнем возрасте. Вскоре после родов она принесла сына на обследование в больницу. Там его у нее забрали. Персонал настаивал, что ребенок болен. Позже ей сообщили, что ее сын умер. Когда она начала кричать, ей сделали укол, после которого она не просыпалась 3 дня, рассказывает про свою мать Алехандра. Матери Алехандра и другим женщинам, которым тоже говорили, что их дети умерли, никогда не выдавали свидетельства о смерти ребенка и не разрешали увидеть тело. Им говорили, что это расстроит их, а сами они не решались задавать дополнительные вопросы в царившей в Чиле при пиночете атмосфере страха. В 1979 году, когда Алехандра было всего несколько недель, его отправили в Нидерланды. Но обо всем этом он узнал намного позже. Правообладатели иллюстрации Чауртеса Фалиандра Куэзада и маги Чаптион Алехандра отправили в Нидерланды, когда он был младенцем. Как он рассказывает, его усыновила голландская пара, которая относила себя к поколению детей цветов и хотела помогать бедным странам. Им сказали, что биологическая мать Алехандра добровольно отдала своего ребенка на усыновление. В подростковом возрасте у меня было много вопросов о моей идентичности. Несмотря на то, что я люблю и ценю своих приемных родителей, я чувствовал себя одиноким и подавленным, рассказывает он. И маги Чаптион Алехандра Кесада пытается восстановить свою историю в 1997 году, когда ему было 17 лет. Они с приемными родителями приехали в Чили, чтобы встретиться с голландской монахиней, которая организовала его усыновление. Она и познакомила Алехандра с его биологической матерью. Он сразу заметил их внешнее сходство, но встреча была непростой. «У меня было столько вопросов к ней, и было очень тяжело, потому что мы не могли понять друг друга, а монахиня не дала нам много времени», – рассказывает он. Алехандра, который разговаривал по-голландски, решил, что ему нужно выучить испанский, чтобы разговаривать с родной матерью без переводчика. Но добился он этого только к 30-му годам. Только тогда Алехандра, на тот момент он жил в Чили, наконец, узнал горькую правду. Его мать никогда не хотела бросать его, ей сказали, что он умер. Правообладатели иллюстрации Чауртеса Фалиандра Куэзада и маги Чаптиона Алехандра понадобились годы на то, чтобы узнать, что мать его не бросала монахиня, которая организовала его усыновление, раньше жила на две страны, но сейчас обосновалась в Нидерландах. Она публично рассказывала об усыновлениях, в которых принимала участие, и настаивала на том, что поступало правильно. По ее мнению, она дала лучшую жизнь Алехандра и другим усыновленным детям. История Алехандра побудила его создать благотворительную организацию Чили, а на Докте и Сварудуиде, приемные чилицы в мире, которая помогает приемным чилийским детям найти своих биологических родителей. Поиски проходят непросто. В документах об усыновлении редко указываются полные имена обоих родителей. Иногда их имена, идентификационные номера намеренно менялись. Чилийские власти начали расследование в 2018 году, после того как матери потребовали ответов, почему у них забрали детей против их воли. Также выросло и количество детей, узнавших правду о своем усыновлении. Из-за растущего количества жалоб в Чили создали спецподразделение полиции, которое работает с матерями в тех районах, где предположительно похищались дети. Матери также делают тесты ДНК, результаты которых хранятся в едином банке, чтобы можно было установить совпадение. Это обходится примерно в 100 долларов, что для многих женщин составляет половину их месячной зарплаты. Судья апелляционного суда Джейми Балмаседа, один из тех, кто занимается правительственным расследованием. Он разбирается, какие расследования были законными, а какие – нет. Некоторые чилийцы считают, что следователи недостаточно проводят расследования недостаточно тщательно. По их мнению, чилийские власти пытаются защитить от преследования судей, соцработников, монахини и всех остальных, кто участвовал в вывозе детей из страны. Балмаседа объясняет, что задержки в расследовании являются непреднамеренными, и зачастую связаны с отсутствием документов. «Мы не пытаемся никого защитить и не ждем, когда подозреваемые умрут, чтобы их нельзя было привлечь к ответственности», – заверяет он. Алихандро Кесадо никогда не преследовал цель посадить тех, кто был причастен к его усыновлению, в тюрьму. Монахини, которая организовала его отправку в Нидерланды, недавно приезжала в Чили, где ее допросили в рамках расследования. По словам Алихандро, он не хочет, чтобы она попала в тюрьму, так как ей уже больше 80 лет. «С нами поступили бесчеловечно, но это не значит, что мы должны обращаться также с другими людьми», – говорит он. По его словам, для него важнее, чтобы такого больше никогда не повторилось. Усыновление ребенка, которому вы хотите помочь, – это один из самых благородных поступков в мире. «Но вы должны убедиться, что у вас есть вся необходимая информация, потому что ребенок будет задавать вопросы про своих биологических родителей, и вы должны убедиться, что у вас есть на них ответы», – объясняет он. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.